Всем привет! В прошлых видео мы познакомились с тем, как создавать и редактировать проекты и научились работать с библиотекой PA Oven.io. Кажется, пора разобраться с возможностями для отладки ваших проектов, которые есть в Polygon. Как я уже говорил раньше, отладчик среды Polygon подключается к запущенной программе на контроллере как к клиенту PC UA. Поэтому в каждом проекте должен быть добавлен блок OPC UA сервер из библиотеки PA OPC UA. При создании проекта вам предлагается создать модуль с отладчиком. Таким образом, среда сразу создает проект с преднастроенным блоком OPC UA сервера на странице программы Debug в месте работы Phone. У этого блока автоматически прописываются свойства IP-адрес и порт, как SQL-запросы к свойствам модуля. Выглядят эти запросы вот так. Идентификаторы свойств IP-адрес, PropIP и порт отладчика PropDebugPort отображаются при наведении на соответствующие свойства модуля. И еще стоит обратить внимание на свойства модуля ParoleAdmin. Это пароль проекта для подключения отладчика. Он указывается при создании проекта. Здесь в окне свойств его можно поменять. Новый пароль вступит в силу после трансляции проекта. Для отладки проекта в среде Polygon его необходимо транслировать, загрузить на контроллер и запустить. До сих пор для загрузки проектов контроллер мы пользовались панелью отладки. Напомню, что открыть ее можно из меню окна панели инструментов. Но в среде есть и другой способ загрузки проекта в контроллер — через системное окно контроллер. Открыть его можно через меню окна. При загрузке проекта этим способом Пользователь должен вручную выполнить операции, которые автоматически выполняет панель отладки. Первым шагом будет трансляция проекта. Чтобы транслировать проект, нажимаем правой кнопкой мыши на модуль и выбираем «Транслировать все». Подтверждаем трансляцию и дожидаемся сообщения об успешном завершении операции в окне «Прогресс». Дальше нужно загрузить проект в контроллер. Нажимаем кнопку «Загрузить» в окне контроллер и дожидаемся сообщения об успешной загрузке. Теперь можно подсоединиться к PLK по SSH. Для этого находим и нажимаем кнопку «Соединить». Для подключения к SSH серверу контроллера среда использует свойства модуля «SSH-логин» и «SSH-пароль». Видим в консоли, что подключение успешно установилось и теперь мы можем запустить программу, нажав на кнопку «Запустить модуль». Отлично, теперь наша программа загружена в PLK и запущена. Остается только подключиться к ней с помощью отладчика. Для этого находим на панели соответствующую кнопку. При первом запуске отладчика среда программирования попросит вас ввести пароль, который был указан в свойствах модуля. В консоли можно увидеть, что клиент отладчика подключился к OPC UA серверу PLK. Тут надо отметить пару моментов. Во-первых, загрузку проекта через окно контроллера рекомендуется производить при возникновении трудностей с загрузкой проекта через панель отладки. А во-вторых, при таком варианте загрузки программа запускается на исполнение на переднем плане и при разрыве соединения с контроллером, например, при закрытии сессии, программа перестанет выполняться. Чтобы перевести исполнение программы в фон, необходимо установить флаг автозапуск и перезапустить PLK. Установить автозапуск можно через свойства модуля, в этом случае необходимо заново транслировать и загрузить проект, или в веб-конфигураторе PLK в окне PLK приложения. Тогда программа не будет останавливаться при разрыве сессии и будет автоматически запускаться при включении питания контроллера. Окей, с этим вроде бы разобрались. Давайте теперь поговорим о версионности проекта в среде полигон. В режиме отладки информацию о запущенной программе можно посмотреть во всплывающем тултипе при наведении на модуль. Здесь можно увидеть версию проекта, дату трансляции, идентификатор проекта, а также имя компьютера, с которого транслировался проект и имя пользователя. Кроме этого, можно получить данные по версиям библиотек в проекте, нажав правой кнопкой мыши на модуле и выбрав «Показать все». Версии библиотек при этом отобразятся в окне «Прогресс». При трансляции информация о проекте также формируется в файле versions.txt в папке build, куда транслируется проект. А еще информацию о запущенной программе можно увидеть в веб-конфигураторе контроллера во вкладке PLK «Информация». Но для того, чтобы информация о запущенной программе обновилась в веб-конфигураторе, в проекте обязательно должен присутствовать блок под названием OVENHW-INFO. Ну что ж, настало время поговорить о времени, точнее о времени выполнения программы. Отслеживать время исполнения проекта необходимо для корректной установки периодичности вызова таймерного потока. Она, кстати, задается свойством таймера под названием таймерный промежуток. Чтобы отслеживать время выполнения во время отладки, необходимо добавить модулю «Свойства» под названием «Показывать время выполнения». Теперь перед подключением отладчиком в скобках около места работы и программ будет отображаться время выполнения в микросекундах. Еще получить времена выполнения в проекте можно с помощью блока SIS-INFO из библиотеки PA Core. В одном из прошлых видео мы с вами говорили о том, как подменять значения входов и выходов блоков во время отладки. Для этого нужно щелкнуть два раза на текущем значении и ввести новое. А чтобы не отключать блок во время подмены выхода, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на выходе и выбрать вариант «Установить значение». Затем ввести его и выбрать «Не выключать блок». Таким образом, значение подменится на всех входах, связанных с этим выходом, но сам блок останется в работе и другие выходы будут управляться именно им. В среде Polygon есть удобный способ просмотреть все подмененные значения в проекте в табличном виде. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на модуле и выбираем «Показать все». В текущем окне отобразится таблица со всеми подмененными значениями в проекте. Таким способом очень удобно сбрасывать подмененные значения и устанавливать новые. А еще в среде Polygon есть окно представления «График», которое позволяет просматривать текущие значения величин в виде графиков во время отладки. Открыть его можно через меню окна «Новое окно» или через панель инструментов представления. Добавить необходимые данные на график можно прямо со страниц проекта. Выберем нужный выход, например, выход синусоиды блока генератора и перетащим его с зажатым «Контрол» в таблицу сверху окна «График». А в таблице графика можно выбрать цвет линий для этого параметра. Чтобы график начал отрисовываться в реальном времени, нажимаем кнопку «Запустить». Имейте в виду, что для корректной работы графика системное время контроллера должно быть синхронизировано с браузером. Сделать это можно в веб-конфигураторе PLK. График подключается к проекту как клиент OPC UA, так же, как и отладчик. Поэтому у блока OPC UA сервера в проекте теперь можно увидеть второе подключение. Кстати, вы, наверное, заметили, что наши синусоиды отрисовываются на графике ступенчато. Это происходит потому, что по умолчанию график обрабатывается в фоне. Для плавной отрисовки графика необходимо добавить блок OPC UA сервер таймер из библиотеки PA OPC UA на любую страницу таймера. Этот блок формирует сбор подписок OPC UA серверов в таймере и должен присутствовать в проекте только один раз. При этом при организации таймерной подписки в контроллере выделяется оперативная память для хранения очереди значений. Поэтому такой блок рекомендуется включать только на время отладки. Давайте запустим наш проект и посмотрим на отрисовку графика синусоиды теперь. Поставим в окне график флаг «Делать отсчеты» в таймере и запустим его. Сразу видно, что отрисовка графика стала намного более плавной. Кстати, для удобства добавления необходимых входов-выходов на график можно объединить их в раздел. Нажмем правой кнопкой мыши на модуле и выберем «Создать». Затем выберем раздел и укажем имя, например, график. Теперь в дереве проекта появился раздел «График» и сюда можно перетащить с зажатым контролл, интересующие нас входы или выходы из проекта. В выпадающем меню при перетаскивании выбираем «Добавить». Запустим проект, перетащим в окно «График» созданный раздел и запустим график. Ну что ж, кажется, теперь вы владеете всеми основными навыками для работы в среде полигон. А дальше будут еще видео, в которых мы тоже расскажем вам что-нибудь полезное и интересное. Поэтому, как всегда, не забывайте подписываться на канал и заходить в наши группы в соцсетях. Нажимайте на колокольчик и заглядывайте в описание под видео. Все ссылки будут именно там.